Данные балки нам поставили для того, чтобы у нас не упал потолок. Если вы обратите внимание, то вот здесь видите, как опустилось сильно. Самый опасный кабинет, можно сказать. Обратите внимание на малышей. Это самые маленькие детки, которые у нас посещают предшкольный клав. То есть нулевички. 5-6 лет до школы. Вот в таком помещении они находятся. Что в январе, что в марте. Ситуация одна и та же. Нужна новая школа. Для учеников это в буквальном смысле. Вопрос жизни. В этой школе страшно детей оставлять. То потолки падают, то еще что-нибудь. То есть опасно просто уже. У нас в начальном классе у меня двое ребятишек учатся. Я многодетная мама. Просто их здесь оставлять очень страшно. Поменяли окна и школа начала давать о себе знать. Ей очень много, очень много лет просто. Конечно переживаем. Потому что может в любой момент рухнуть крыша или что-нибудь еще. Кто за здоровье детей будет потом отвечать. На днях прошла встреча главы Хакайстии с жителями села. Валентин Коновалов в очередной раз подтвердил. Республика готова финансировать строительство в 2024 году. Поэтому району необходимо, как выражаются строители, привязать объект к земле и подготовить проект на сметную документацию. Но местная власть до сих пор ничего не сделала. Требуются детские сады, школы, ДК и так далее. Тут я здесь лично был. Действительно нужно строительство. Мы все это понимаем. То есть вот тот шанс, который сейчас есть, его надо использовать. Пока о заметном прогрессе речи не идет. А ведь закрытие школы может привести к социальному взрыву. Коллектив учебного заведения, а по штату это 20 человек, разом останется без работы. И все, что надо районным властям, чиновникам на местах, это постараться выполнять свои полномочия. Есть от конкретного округа Бейского района депутат в Верховном Совете. Десятки лет он там уже восседает в теплом кресле. Мог бы уже за все это время, когда его люди выбирают, верят, решить вопрос, когда сменилось три правительства, когда были главы близкой родной партии, партии власти. Но почему-то не сдвигается это дело с мертвой точки. Время для разработки проекта еще есть, но только оперативность принятия решения местными чиновниками вызывает сомнения. Деревня Калы административно входит в село Сабинка. А ее глава Светлана Бугаева осуждена и со дня на день оставит свой пост. Под уголовным делом ходит и глава Бейского района Иннокентий Стрибков. Так что вопрос строительства школы даже при подтверждении финансирования со стороны республики вновь может быть отложен в долгий ящик. Эдуард Иванов, Владислав Пустовой, Александр Сердюк, РТС.